Доступны всем. Проголосовать на муниципальных выборах могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для их удобства на избирательных участках созданы все условия. Подробности у Елен Создравных. На выборы Светлана Борисова ходит только с дочерью. Правда, это не семейная традиция, а вынужденная необходимость. Светлана Владимировна инвалид по зрению. Самостоятельно добраться до избирательного участка не может. При этом не пропускает ни одно голосование. Говорит, будущее родного города ей не безразлично. Для удобства незрячих и слабовидящих людей на избирательном участке есть специальные лупы, фонарики. Для удобства людей с ограниченными возможностями по зрению сделаны специальные трафареты, где сопровождающий человек, либо любой член комиссии может просчитать наименование по партиям, по позициям. Сделан трафарет и в него вкладывается бюллетень. По этим квадратикам очень удобно ему нащупать, по количеству он считает и делает свой выбор. В выходной день не каждый может сопроводить близкого человека до избирательного участка. Поэтому, как говорит Светлана Владимировна, многие, у кого есть проблемы со зрением, голосовали досрочно. Досрочно мы всегда можем, за эти 11 дней всегда можно найти сопровождающих. Вот именно сегодня нет сопровождающих. Одни работают, другие сами куда-то ушли, садоводы. Это для незрячих очень большой плюс, что досрочно разрешено голосование. Незрячих и слабовидящих в Алтайском крае несколько тысяч. Тем, кто не в состоянии сделать даже несколько шагов, члены избирательной комиссии приходили прямо на дом. Ведь законное право сделать выбор за будущее родного города или села должно быть у каждого. Елена Заздравных, Сергей Балуев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова